Всем привет дорогие друзья, на связи GrimOptimist. И вы не поверите, но на днях моему каналу стукнуло аж целых 7 лет. Если честно, мне самому немножко страшновато от осознания вообще того, чем я занимаюсь все это время. Ну согласитесь, дата немаленькая по любым меркам. И в честь этого знаменательного безусловно события я решил немножко испытать чувство стыда. Потому что я собираюсь посмотреть вместе с вами свой самый первый видеоролик, который увидел свет 29 ноября 2000, ребята, 12 черт возьми года. Я пересматривал его крайний раз, наверное, где-то лет 5 назад. И даже тогда он показался мне ужасным просто. Что будет со мной сейчас, друзья, я вообще даже боюсь представить. Ну давайте не будем тянуть кота за все подробности и приступим. Данное видео вы, кстати, смотрите благодаря сайту whatkit.com. Здесь миллион игроков уже выигрывают свои премтанки или огромное количество золота всего лишь за 149 рублей. Призы буквально в каждом сундуке без пустых контейнеров. А еще здесь каждый день происходит розыгрыш 5000 золота. Попробуй бесплатно. А ссылку на сайт и мой промокод на плюс 15% к сумме пополнения ты, конечно же, найдешь в описании. Но перед этим я бы хотел еще перед вами похвастаться своими дизайнерскими навыками на тот момент. Это превью у этого видеоролика. Вот именно так оно выглядит по сей день. И сейчас я, конечно, понимаю, что это лютейший трэш. Тут абсолютно нечитаемый шрифт. Что тут накалякано, не знает вообще никто. И Артемий Лебедев, наверное, плачет где-то в углу от зависти. Но в тот момент мне казалось, что это очень круто. Потому что я сделал ее сам. Научился. И не знаю, может быть, на самом деле в те времена это действительно было не так уж плохо. Потому что ролик-то по итогу набрал 130 тысяч просмотров. А это немало. Даже по нынешним меркам у Джова не каждое видео столько набирает. А тут у маленького канала, на котором не было вообще подписчиков, вдруг столько просмотров на этом вот видосе. Наверное, не так уж это и отвратительно. Ну да ладно. Давайте посмотрим какие-то, наверное, самые такие, ну, интересные моменты. Ролик длится почти 50 минут. Естественно, мы не будем смотреть его полностью. Потому что тогда это видео будет идти, наверное, не знаю, часов 5. Я даже боюсь представить. Поэтому посмотрим какие-то самые такие любопытные моменты. Ну, естественно, самое главное это вступление, безусловно. Поехали. Всем привет. Представляю вашему вниманию свое первое видео по игре World of Tanks. А именно по премиум-среднему танку 8 уровня американской ветки SuperPershing. Дело в том, что любой игрок, который, скажем так, взялся за игру всерьез... Я не могу больше это слушать, короче, вклинюсь. Это, конечно, отвратительно. Я чуть себе лицо не разбил фейспалмом. Меня остановило то, что я недавно себе новые очки заказал. Потому что старые у меня сломались. Это очки для компьютера. Вот. И мне просто очень жалко, потому что они не дешевые. Но это, конечно, ужас. И вы учтите, что это, наверное, был лучший дубль. Ну, как минимум из 30 где-то. Ну, примерно. Я очень много раз перезаписывал этот ролик. И вот то, что вы сейчас слышите, это самый удачный вариант. То есть, все остальное было еще хуже. И тут есть еще один момент. Давайте послушаем дальше. То есть, играет, качает ветки, сталкивается с проблемой, связанной с нехваткой кредитов. Так как новые танки стоят дорого, а также, если играть... Тут есть такой интересный момент. Я пытаюсь умничать в этом видео. Если вы заметили, у меня подача копирует, наверное, раннего Иса Панцера или Глеборга. То есть, в достаточно такой интеллигентной манере я пытаюсь это видео вам показать. Потому что, ну, именно в тот момент пытался показать. Потому что мне не нравилась именно подача Джова. А Джов в тот момент был на самом пике. То есть, это был самый прям популярный блогер. Никто даже рядом не стоял с ним по количеству просмотров и популярности. И мне хотелось, ну, доносить материал немножко более так вот интеллигентно. И рассчитано это все было на немножко аудиторию постарше. Вот. Ну, насколько это получилось, вы сами можете сейчас наблюдать. На самом деле, довольно смешно это выглядит. Такие вот заумные слова, которые я пытаюсь использовать. С экониями, мяканиями, постоянными молчаниями. Там, я не знаю, с опениями и всем прочим. Вот. Но для меня, ребят, в тот момент это была победа. Из прем-аккаунта, то танки начинают с восьмого уровня. Ну, то есть, по десятой, естественно. Они начинают уходить в минус при поражении. То есть, восьмерки уходят в минус при поражении. Девятки уходят в минус даже при победе. Если вы не очень много настреляли, десятки уходят в минус практически всегда. Кстати, вот тут более-менее раздухарился я. И вот то, что я только что сказал в этом ролике, это, по сути, актуально даже сейчас. То есть, в наше время ровно так же. То есть, восьмерки они уходят в минусап без према при поражении. Девятки там уже еще хуже там и все в таком духе. То есть, прошло 7 лет, а основная концепция в игре абсолютно, друзья, не поменялась. Кстати, важная новость, друзья. У меня вчера на канале вышла первая серия нового сезона моей рубрики «Железный грим». На этот раз мы собираем игровой ПК за 15 тысяч рублей. В том числе, например, и для World of Tanks на ультра-настройках. А также для нового метро, для Red Dead Redemption 2. Ну и все в таком духе. Если вам интересно, то обязательно посмотрите. Ссылка будет в правом верхнем углу сейчас. И также еще в описании. Ну да ладно, давайте еще послушаем, что я там скажу умного. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Кроме очень удачных боев. И, следовательно, надо откуда-то кредиты эти брать. Наличие прямого аккаунта, оно спасает в какой-то степени. То есть, восьмерки уже уходят в плюс даже при поражении. При более-менее какой-то игре. Так, ну это что-то уже, по сути, масло масляное. И обратите еще внимание на один момент. То есть, вот я сейчас по таймлайну двигаюсь. И идет одиннадцатая минута видео, а я еще в ангаре. То есть, я все еще вам рассказываю там... ...выцеливать какие-то болевые точки. А также можно отстреляться на ходу. Так как скорость у нас... Рассказываю там, какое оборудование нужно ставить, там характеристики. Ребята, одиннадцать минут видео. Сейчас уже на второй минуте выключат сразу же это. Во-первых, вообще никто сейчас такое смотреть не будет. Это понятно, да? Но тут одиннадцать минут. И люди смотрели, реально. То есть, сто тридцать тысяч просмотров. И давайте посмотрим, до какого момента я сижу в ангаре, значит. У нас... Шестнадцать минут, ребята. До того момента, как я нажал в бой. Кстати, тогда я записывал бои в прямом эфире. То есть, я прямо вот рассказывал про танк. Это все одним дублем было записано. И потом нажимал кнопку в бой. И прямо вот, не выбирая какие-то крутые бои, вот показывал как есть. То есть, вот отправлялся в бой. И пытался показать это как бы в реальном времени. Стримов в тот момент не было от слова совсем еще. То есть, их вообще практически никто не вел. Ну, может быть, я не знаю, были там какие-то у Фотона. Ну, он тогда как бы практически официальные стримы ВГшные проводил. Наверное, да, у него уже было. Но в целом стримы это был малодоступный формат для большинства обычных игроков. Вот. И вот такой формат лайф-видео, он был необычен. Потому что тогда все блогеры, они выбирали самые такие удачные бои с нагибом. И все думали, что Джофф нагибает в каждом бою. Все думали там, что вспышка абсолютно в каждой катке, он всех разносит. Но, естественно, это не так. То есть, все сливаются, все иногда играют плохо. Вот. Но поскольку люди показывали на своих каналах только удачные какие-то моменты, у всех были завышенные, вот знаете, ожидания. То есть, как бы, все считали, что это какие-то адские нагибаторы, которые вообще никогда не проигрывают. Вот. Я на своем примере показал, что это далеко не так. Но давайте глянем, что там, что будет, когда я в бой зайду. Ну, так, ну-ка. Секунду. Во. Так, карта Вестфилд. Еще Алинимер стоит. Девятку. Что довольно редко для этого танка происходит. Обычно кидает восьмерку. Так, смотрим по сетапам. Кидает восьмерку, ребята, я сейчас прослежусь. Супер Першинг обычно, говорю, кидает восьмерку. Я, как бы, это, припоминаю, куда этот танк кидает последние лет пять. Да, там, далеко не восьмерку обычно. Ну, да ладно. Но тут, кстати, меня жестко закинуло. Что мы видим? Мы видим то, что половина вражеских танков для нас в лоб вообще не берется никак практически. Так, ну, сейчас будем посмотреть, что так говорится. Так, закинуем. Господи, у меня игра 23 фпс выдает. Я записывал, по-моему, чуть ли не фрапсом это видео первое. По-моему, даже фрапсом. Кто не знает, это старая программа, которую сейчас уже никто не использует для записи видео. Которая адски жрет ресурсы. И финальный видеоролик, он весил у меня гигов 300, наверное. Ну, не, я загнул, наверное, не 300, но где-то 150, может быть, гигов весил. Вот именно сам вот этот видеоряд с озвучкой вместе. Это, конечно, было весело. И игра у меня с этой записью адски логала. То есть, вы видите, 23 фпс. Сейчас я с таким фпсом вообще играть не смогу. То есть, у меня бомбанет буквально в первую же минуту. А здесь я еще и гайд записывал, ребята, в таком состоянии. Это, конечно, жесть. У нас еще... Как назло, на нижний респ... Аналитику пытаюсь проводить боя. Думаю, во весь экран, что ли, развернуть. Я почему весь экран не разворачиваю? Потому что качество здесь, я забыл сказать, 720p. То есть, ну, это будет мыло адское. Я боюсь, у вас просто глаза вытекут. То есть, вы будете смотреть этого весь экран. Ну, давайте ради интереса сделаем. Вот. Так, ладно, отчет пропустим. Без бензина так не полетаешь. Светляк вражеский у нас тут. Так, поехал я по низу. Это довольно странное решение. Кошмарит. 35 фпс, ребята. Нашего... Ой, как наваляли нашему. Все, это... Это фейлы, ребята. Что-то уже зафейлил в первом бою. Специально поехал сюда, потому что не хочется мне сталкиваться с вражескими тяжами. Это практически бессмысленно. То есть, пробивать мы их будем плохо. А стрелять голдой, как бы, направо и налево я смысла не вижу. Тогда уже была голда за серебро, кстати. Но только-только буквально появилась. И, ну, при таком подходе танк постоянно дико чуть ли там не в минус уходил. Если вы на суперпершинге стреляли голдой там по девяткам. Ну, то есть, он ни хрена не фармил в то время вот в такой ситуации. Это, конечно, весело. Но фармить вы в этом случае не будете. Будете уходить в минус. Точнее, в ноль или в небольшой плюс. Ну, вот я, собственно говоря, то же самое и сказал. Так, наша команда, она успешно сливается. Я хоть в кого-то выстрелил? Нет, еще, по-моему, нет. Давайте перемотаем. Дайте ему дамаг. Что там происходит? Я ни хера не понимаю вообще. О, это ребята фейл. Самый первый, самое первое видео, самый первый бой и уже фейл. Так, Е50 засвечивается. Попробуем дать ему. В принципе, пробить его в бок башни. В лоб, конечно, мы его пробивать не будем. Кстати, звук такой прикольный у выстрелов был тогда, да? О, сейчас, 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 ребята. Сейчас будет первый дамаг. Первый дамаг на канале. Е-бой. Так, даем на... 224. Т-50. Стреляет по нам. То ли арта, то ли кто, непонятно. Так, делаем противоартиллерийские маневры. Это тогда еще суперпершень, который еле ползал. Я противоартиллерийские маневры делаю. Так, Е50 снова засвечивается. Попробуем сейчас навалять ему. Как следует. Блин, я попадаю еще, нифига себе. К сожалению. Но все-таки там... Тогда, кстати, еще была старая точность, которая абсолютно по-другому работала, нежели сейчас. Снаряды летко летели в центр. В основном они куда-то в края все время летели. И даже при таком раскладе я два раза в него попал. Ну, правда, не пробил ни разу. Так, команда у нас сливается. Ну, как это... 7 лет прошло, ничего не меняется. Команда как сливалась в 2012 году, так и сливается по-прежнему. Очень это печально. Так, выкатываемся на Е50. Давай, давай, давай. Не пробивает. Так, да. Попадаем ему непонятно куда. Добиваем. 4% здоровья. Да. Все, неужели победим? О, арту, арту убиваем. Убиваем мы арту. Так, давайте перемотаем на итоги. О, итоги боя. Да, получили мы крайне мало. Это, честно говоря, нетипично для этого танка. 33 тысячи чистыми. 700 урона я на нем. Сейчас откатаем еще один бой. На самом деле я, по-моему, еще не один бой даже откатаю. Ну-ка, давайте глянем, сколько я настрелял во втором бою. 1200. Это было мощно. Ты че, это какой-то пипец. Честно говоря, не везет очень сильно. Обычно у меня больше гораздо выходит. Видите, да. Обычно я гораздо лучше играю. Ну, тут надо признать, ребят, действительно, тут вот этот фрапс и то, что там 25-30 фпс, это, конечно, роль играет, безусловно. Но 7 лет прошло, ничего не изменилось. Как я не умел играть в эту игру, так по-прежнему и не умею. Давайте глянем, что в последнем бою. Накладываюсь в отпечаток. О, как удачно. Выстрели весь три, подожгли его. Киберспортивный выстрел. Я еще, кстати, записывал этот ролик на такой, знаете, микрофон, дженниус на ножке за 120 рублей, короче. Надо сказать, что это неплохое качество у него для своего времени было и за свои деньги, в принципе. Так, наши что-то решили, видимо, все-таки слить этот бой. Поехали. Ой, киберспорт! Сайберспорт, ребят, пошел. Я попал в командирский лючок, при том, что не туда целился с такой дистанции. Командирскую? Два раза причем. Наши что там творят? По-моему, я тогда даже лучше, чем сейчас играл, мне почему-то кажется. Это вообще какой-то кошмар просто. Видимо, АРЛ. Накидываем ему в бочину. Вот в этом бою я, наверное, начал настреляю. Сайберспорт, набрать. Ой-ой-ой, все, сейчас меня убьют. Какой-то, какой-то просто, не знаю, это какой-то же какая-то жесть. Настолько нам не везет. Иисус-152 нас фугасом все-таки забирает. Ой, жесть вообще. Я просто ору вообще над собой. Ну-ка, погодите, давайте итоги посмотрим. Блин, а что тут за темный экран? Попадает. И тигр, хо его. Кусок видео пропал, короче. Прикиньте? Я не знаю. Грамотно действует. А, это я уже чужие действия рассматриваю. Ну, давайте тут до конца. О, вот тут уже получше. 5033 чистыми, да, что-то не задалось у нас, честно говоря. Короче, вот, блин, вообще трубака. Три боя отыграл, там, 700 урона, 1200 и 1300 урона. Ну, 1200 и 1300, это для того Супер Першинга еще куда не шло. На самом деле, как бы, ну, такие цифры. Ну, это, конечно, ребята, люто, какая-то жесть вообще. Хоть как-то, ребят. Короче, 100 тысяч я нафармил за три боя, грубо говоря. И почему-то тут пропадает все время видеоряд. Я не знаю, то ли Ютуб что-то повырезал с того времени, то ли что. Я думаю, друзья, мы на этом с вами будем, наверное, заканчивать. Мне было интересно посмотреть свое самое первое видео. Стыд испытал немного, есть такое, но было любопытно, надо сказать. Я не фанат, как бы, жанра реакции вот этих вот, да. Но ради такого события, ну, почему нет, как говорится, один раз не водолаз, так что все нормально. Если вам тоже понравилось, если было забавно, то обязательно пальцы вверх ставьте, обязательно подписывайтесь на канал. Не забудьте посмотреть, кстати, мой видосик, который я снял буквально на днях. Там мы с вами делаем сборочку за 15 тысяч рублей ПК, который потащит World of Tanks на ультра настройка графики. Если интересно, обязательно посмотрите. На этом на сегодня все, друзья. Всем до скорого и всем пока.